Малахиты плотину и леса дремучие, лишь бы брали правильно и Сибирь не мучали. Что случилось? Я вот так держал, вот так, вот он юг. Пятнышка то нету, ага, как запомнить, наверное какой нибудь сейчас, ну теперь уже нет, мы сюда что нибудь привяжем вот сюда этим самым узелком, хорошо, все я спас свою репутацию, вот здесь вот, будет, запомнили? Мы сделаем здесь эту метку, раз, теперь, полюбовались? Да. Полюбовались, сейчас мы пойдем делать сильнейшую обрезку, два, так, теперь, если здесь просто грядка, и они еще не успели ни в одну зиму войти, ничего не с апрела, вот тут вот, вот, вам же придется садить на холмах, и мы теперь что делаем? Мы идем туда, где были. Идем туда. От груш подальше? Нет, мы идем в сторону груш. Да надо договорить эти темы. Так. Я очень счастлив, чтобы в очередь два года мне позвонили и сказали. Рассказываю как анекдот, знаете? Знаю. Из Косовски вырастил на четвертый год песик, мой друг из бактерий. Вот. И фамилия у него баскирская, имя баскирская. Там, Сарфаэль. Так, вот этот Расфаэль что сделал? Говорит, на четвертый год у него был большой урожай персика из косточки, моего Хасанского. И говорит, мне, это самое, не пустили в дом, когда я внес домой десятое ведро. Вы поняли? Понял. Домой не пустили с ведром персика. Десятое. И меня тут это совершенно запомнило. Теперь полноса гордостью. Ну, я думаю, вы имеете полное право это делать. Так, смотрите с тобой дальше. Так. Пока кладем, но не забываем про него. Ты еще я взял, можете это, я не забираю. Так. Итак. На груши не смотрите, облакованные, не вкусные. Я буду угощать с отчащими. Это приятель, знаете, под одним деревом, у меня с моряцкой груши. А он не выдержал, взял. Я говорю, не бери, они это, неседобные. Вот, под направь. Вот. И вот они теперь валятся будут, я их выбросил. А персик весной прошлого года был посажен. Так. Первый год это я не скрываю ничего. Да, место здесь, я говорил, тепловая подушка. Все защищено. Но. Вот так укладывал, смотрите. И сейчас опять начнется процесс. Я подвешиваю груз. И до зимы клоню его. Эту ветку я под снег. Ничего с ней не будет. На ней сотни цветочек почек. Глядите. Сотни. Вот. Наверное, мне надо взять. А то я показываю одно, а вы показываете другое. Давайте я. Центральную ветку. Ее уже склонить трудно. Можно сломать. Оставляем ее на волю. То есть пусть растет вверх. Третья ветка. Кланяется. Можно наклонить. Но не спеша. Груз. Понемножечку. И так. Две ветки. Их четыре. Вон там еще одна почти лежачая. И таким образом. У нас получается. Гарантированно. Из четырех веток. Три будет укрыто. Урожай гарантирован. Вот. Но вам с самого начала надо знать. Что в вашем районе вам придется укрывать полностью. Как укрывать полностью? Пойдемте тогда еще быстрее. Я отключать не буду. По пути. Я груши им буду угощать. По пути я вам покажу. Как вы будете укрывать. Так. Яблоками угостил. Пошли грушами угощаться. Ну ты. Тысячу рублей у меня в кармане. Я сразу. Я. Я сразу исчезаю. Персик. Мы не забудем потом. Ну. Надеюсь. А вы не сбегайте за персиком. Ну там мы оставили лежать. А вы что уедете без него. Придется. Тысячу рублей удастся. Так а мне как его. А я вам покажу. Идемте. Я же для чего. Вот я хочу чтобы он у вас замерз. Это не моя? Нет. Он тут. Это не моя. Я не заказывал. Он тут давно стоит. Я. Ну как бы по описанию. По каталогу выбирал. Которая. Ну как бы наименее. Как мне показалось. Прихотливая. И наименее ранее. Я говорю вам и всем. Звоните мне. Я лучше вас знаю. Вот знаете. Бывает так что. Все наоборот. Чем в этих. Ну вы же не можете уверены сто процентов. Что я все правильно сделаю. Так ведь. Ага. Зато. Я ногу и накачать. Вот смотрите. Ну и сюда. Вот это был. В прошлом году. Осенью. Осенью. То есть он был маленький такой. Ну четверть меньше чем сейчас. Четвертинка как бы от него. Я его посадил. Вот так. Вот так. Вот так посадил. Так. Наклонно короче. Да. Вбивал два кола. Так. Он был меньше. Вот допустим он же. Но был вот такой. Вот так придавливал. Дальше. Сверху стеклоткань накидывал. И. Присыпал снегом. Ну. Снега много не было у меня. Но хотя бы края присыпал. Снега и в декабре нет. Ну. Беда. Ничего. У меня тут стеклоткань. А вы. А что за стеклоткань? Ну. Дело в том что она хороша тем что. Мыши ее боятся. Она не преет. А. Все понятно. Вот. Далее значит. Ну. Пленкой нельзя. Потому что она выгорит под пленкой. Пленку не надо. Потому что она проснется не вовремя. Поэтому получится тепличку сделали. Вот. Все делов то. Берете. Если какую то ткань. Агрил допустим. Что то еще может быть. Но главное чтобы она это. Эта ткань была не. Не органическая. Не органика. Ну. Укрылым материалом нельзя. Снег выпадет. Засыпете. Нагребете. Все. Это было первый год так. Понимаете. Пришел второй год. Она бы росла. После этого выпрямилась сама. Вот такая. Вот так была. Я ее тогда взял. Вот эту вот. Думинку. Вот. Смотрите что я сделал. Всего на несколько часов вот так вот сделал. И она уже теперь в таком положении. Потом сама начала приподниматься. Ну согласитесь. Вот. Прижмите. Я понял. Ее что трудно это защитить. Не трудно. Вот сейчас вот я ее посажу. Она будет обрезанная. Мне ее под наклоном садить? Под наклоном. Но это уже выросло уже второй год. Вот. Вот. Я понимаю. Но она же все равно будет торчать. То есть и сложно у меня ее будет загнуть. Не надо. Вы ее сразу ложить. Будет почти горизонтально. Лежа короче. Садите ее почти лёжа. Хорошо что вы спросили. Да. Она и была мной почти горизонтальная. Знаете чем я первый год накрывал? Коробкость. Ну я видел. Кордонные коробки просто лежали. Да. И ваш он будет вот когда вы ее обрежете. Я вам покажу сколько резать. Вот. И тогда. И тогда. Значит. Она будет довольно короткая. Лежать будет почти горизонтально. А год спустя будет как сейчас вы видели. И уже весной засветет. Вы понимаете в чем прелесть? В чем прелесть. Субтитры сделал DimaTorzok